Наша сегодняшняя программа выходит в канун Дня Защитника Отечества. Это еще праздник мужества, силы и доблести, но отмечают его не только мужчины в погонах. Наш сегодняшний выпуск мы тоже хотим посвятить очень мужественным людям, хотя я уверена, это слово можно отнести ко всем героям нашего проекта. Кирилл Кузнецов – мальчик, который не представлял свою жизнь без велосипеда, вел школьные праздники и выбирал, кем стать. Его жизнь изменилась летом прошлого года, когда он попал под колеса КамАЗа. Реанимация, сложные операции, длительный период восстановления и травмы, после которого жизнь не будет прежней. Но именно в этот момент, увидев, как сын переносит испытания, и его мама поняла, у нее растет настоящий мужчина. Я устанавливаю частоту 140 ГГц и прикладываю к точкам. У меня точки записаны, но я уже почти все помню. Нужно удержать таймер 5 минут. 5 минут возле каждой точки. Сначала нога, потом рука, и того не меньше получаса в день. Занятие не слишком увлекательное. Но Кирилл терпеливо сам проводит этот сеанс физиотерапии. Он знает, от этого будет зависеть работа мышц. Нога у меня плохо проводит, электричество, и чувство меньше. Если на руке, на максимальной мощности, то сильно чувствуется, покалывание сильно. А сейчас чуть-чуть. Кирилл раньше никогда не ходил в спортзал. Накачивать руки стал после выписки из больницы. Признается, что бывает нелегко. Но когда рядом папа, расслабляться и халтурить просто стыдно. Вот сидит человек, папа, который я вспоминаю про то, что он сказал то, что надо. И я делаю. Да, матранка, медуза. И под ритм музыки сокращаем мышцы. Музыка каждый день разная. И рука должна работать в разном ритме. Несколько месяцев таких непривычных упражнений. Это для того, чтобы подготовить руку к работе с современным эндопротезом. Этим летом казалось, что за Кирилла переживает весь город. 14-летний мальчишка попал под колеса КамАЗа. Врачи сначала боролись за его жизнь, потом пытались спасти ногу. Его ждали все. Родные, друзья, одноклассники. Когда Кирилл пришел в себя, понял, что случилось, и мужественно принял ситуацию, его мама поняла, у нее растет настоящий мужчина. Он даже вспомнит реанимацию, он помогал девчонке, там все такие худенькие, медсестры были. Он же не мог двигаться. Элементарно я всегда вспоминаю, как они его просили, Кирилл, помоги нам. И он вот своей одной ручкой, которая и так не владеет, и та, которая левая пострадавшая, вот он пытался себя как-то приподнять, уцепиться за кровать, помочь девчонкам, чтобы как-то облегчить им этот тяжелый труд. Так, у нас с тобой были нежные, красавые комплексы, да? Да. Так, что ты можешь рассказать мне про межотрясливые комплексы? Межотрясливые комплексы, но самое главное межотрясливые комплексы – это научный комплекс. На нем все основано, потому что без науки не может происходить больше ничего. Кирилл занимается дома, отвечает по видеосвязи, сам делает упражнения и выполняет письменные задания. И здесь ему тоже можно было бы дать себе расслабиться, но Кирилл знает, зачем ему учиться. Нет, не хочу стать психологом, быть психологом теперь, хочу. Все же я вернулся опять-таки к инженеру-проектировщику. Я ищу, во-первых, где, какие предметы нужно сдавать и куда поступать. Скорее всего, ТГТУ буду поступать в будущем. Нужно сдавать физику с математикой, нужно знать. Также меня эта профессия еще привлекает тем, что я всегда очень хорошо черчу, вот именно точно не рисую. Рисую я тоже неплохо, но черчу я лучше. Модернизировать велосипед, чтобы можно было ездить с травмированной ногой. Сделать удобную клавиатуру. Это первое, что планирует Кирилл, когда станет инженером. После травмы играть в командные игры стрелялки ему стало не с руки. Не получается нормально уходить от пуль. Конечно, было бы удобней с клавиатурой, но пока не выходит. Слабый игрок в виртуальном сражении, зато надежный помощник для близких. То, что случилось с Кириллом, по словам родителей, сильно изменило его. Кирилл очень сильно повзрослел. Стал более ответственным подходить ко многим вещам. Он понимает целостность понятия слова семьи, целостность именно семейных отношений, так скажем. Но всячески старается нас поддержать, помочь. Читай правила. Can parents talk? Talk. Can parents talk? Yes, they can. Can spider talk? No, they can't. Правильно. Переводи. Первое, что сделал Кирилл, оказавшись дома, взял на себя заботу о братьях. Все уроки со средним Тимуром теперь делают вместе. Пошли в зал читать. Доставай книжки, Миша. Несколько минут рядом с младшим Мишей дают маме возможность закончить домашние дела. О поступках и отношениях людей Кирилл тоже рассуждает как взрослый человек. Я считаю то, что мужество проявляется не только в каких-то поступках, связанных с какой-то силой физической и так далее. Проявляется оно также в моральной силе, проявляется в преодолении самого себя, в помощи себе, окружающим, в поддержке близких друзей. Младшим братьям Кирилла тоже есть кого брать пример. Потому что в их семье знают, мужчины могут плакать, но никогда не опускают рук. Напомню, что Кириллу по-прежнему нужна помощь. Продолжается сбор средств на реабилитацию и покупку современного протеза. Реквизиты для помощи доступны на сайте нашего телеканала tvtombov.ru в разделе «Помощь». Реквизиты для помощи доступны на сайте нашего телеканала tvtombov.ru в разделе «Помощь», 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 «Помощь».